Внимание, текст озвучивает робот. Итак, начнем. Сначала поглядим на работу ВПР в общем. Всего 12 заданий. Время выполнения, 60 минут. Дольше всего обычно ученики выполняют первое и второе задание. Первое задание, переписать текст, вставить орфограммы, расставить знаки припинания. Второе задание, сделать 4 грамматических разбора. В этих заданиях ребята делают больше всего ошибок. Поэтому я рекомендую начать с третьего задания, выполнить сначала те, которые делаешь быстро. Третье задание, расставьте ударение в четырех словах, пример, торты, звонят, красивее квартал, чтобы вам помочь, я прикрепил файл с правильными ударениями. Обратите внимание, что в слове звонить при спряжении ударения на ООО никогда не ставится, я звоню, ты звонишь, он звонит и так далее. Четвертое задание. Подпишите части речи в предложении. Вы знаете следующие части речи, имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог, союз, частица. Во-первых, подпишите части речи. Это предлог, середине, существительное, апреля, существительное, из предлог Африки, существительное, возвращаются, глагол, на предлог, родину, существительное, соловьи, существительное. Во-вторых, укажите части речи, которые отсутствуют в предложении, имя прилагательное, местоимение, союз, частица. Можно также указать наречие, имя числительное, междометие. Напоминаю, не это частица. И, но это союзы. Пятое задание. Выпишите предложение с прямой речью. Знаки припинания не расставлены. Расставьте необходимые знаки припинания. Составьте схему предложения. Предложение с прямой речью состоит из двух частей, слова автора и прямая речь. Если слова автора в начале предложения, знаки припинания следующие. После слов автора ставим двоеточие, прямую речь пишем с заглавной буквы и заключаем в кавычки. Схема предложения такая. АА, это слова автора, Пэ, это прямая речь. Если в начале предложения прямая речь, знаки припинания следующие. Прямую речь заключаем в кавычки. Затем ставим запятую и тире, вместо запятой может быть восклицательный знак, если герой кричит, или вопросительный знак, если герой спрашивает. Схемы предложения такие. Пэ, это прямая речь. АА, это слова автора. Слова автора пишем с маленькой буквы. Правильный вариант в нашем задании должен выглядеть так. Раиса Ивановна громко произнесла. Дениско прочтет стихи русского поэта Некрасова. Слова автора в начале предложения. Знаки припинания следующие. После слов автора ставим двоеточие, прямую речь пишем с заглавной буквы и заключаем в кавычки. Схема предложения такая. АА, это слова автора, Пэ, это прямая речь. Шестое задание. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую, запятые. Знаки припинания внутри предложений не расставлены. Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. Итак, правила постановки запятых в простом предложении следующие. Во-первых, это предложение с однородными членами. Например, мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Обязательно укажите следующую информацию, предложение с однородными членами или предложение осложнено однородными дополнениями. Во-вторых, это предложение с обращением. Пример. Зина, оставь телефон и поешь уже. Обязательно укажите следующую информацию, предложение осложнено обращением. В нашем задании это следующее предложение. Сначала, друзья, прорисуйте контуры предметов. Это предложение осложнено обращением. Обратите внимание, что обращение внутри предложения, поэтому выделяется двумя, запятыми. Двумя запятыми с двух сторон. Седьмое задание. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. Знаки припинания внутри предложения не расставлены. Напишите, на каком основании вы сделали свой выбор. Внимание! В этом задании ищем сложное предложение. В нашем задании это. Исчезают последние островки снега, и на свет пробивается зеленая травка. Обязательно укажите информацию, сложное предложение или две грамматические основы. Можно подчеркнуть грамматические основы, подлежащие и сказуемое. Исчезают островки, пробивается травка. Подлежащие островки и травка подчеркиваем одной чертой, сказуемые исчезают и пробиваются. Угадайте. Конечно же, двумя. Итак, мы разобрали с третьего по седьмое задание. Завтра мы поучимся делать с восьмого по двенадцатое. Кстати, двенадцать пишется с одной буквой Н, а одиннадцать с двумя. А уже в четверг мы разберем первое и второе задания. Самые длинные и сложные. Урок вели Виталий Валерьевич и робот Ермилов. Продолжение следует...